Добрый день, меня зовут Леван Татмашвили, я замдиректора технопарка Новосибирского Академгородка, советник ректора Новосибирского госуниверситета. И последние много-много лет я занимаюсь то, что сейчас называется инноватикой и генерацией разных стартапов и проектов. И как раз я хотел бы сегодня с моим собеседником Андреем, который сам себя представит, обсудить, условно говоря, извечный вопрос связи физиков и лириков, гуманитариев и философов. И я думаю, что Андрей сейчас пару слов скажет о том, чем он сам занимается, потом мы попробуем обсудить вопросы, как то, чем занимается Андрей, влияет и взаимодействует с тем, чем занимаюсь я, занимаюсь практикой. Вот так, давай попробуем. Меня зовут Андрей Теслинов, я руководитель научно-консалтинговой группы, занимающейся развитием концептуального мышления. Называется компания «Мастерская концептуального мышления». Я профессор Академии народного хозяйства, предметная область моя связана с постижением сложных феноменов реальности. Одним из самых сложных является развитие. Для освоения этой реальности мы развиваем методы мышления сложных предметов. Я нахожусь внутри школы, которой уже, наверное, около 50 лет. Школа концептуального анализа и проектирования сложных систем. Школа, созданная в свое время была Спартаком Петровичем Никаноровым. Я в ней служу и в какой-то мере руковарю коллективом аналитиков, занимающихся концептуальными техниками. Поэтому предмет, который вам предложили, предмет мышления. Где мышление соединяется с практикой? Нужно ли для практики какое-то прогрессивное или особенное мышление? Вот, наверное, предмет, который пойдет. Ну, давайте попробуем. На самом деле, даже если проанализировать те слова, которые я сейчас от вас услышал, я, конечно же, знаю каждое из этих слов, которые вы говорили, по отдельности. Ну, конечно, я шучу чуть-чуть глубже. Но очень часто, наверное, у многих может возникать вопрос, насколько... Никто не обсуждает, нужно это или не нужно, но обсуждается вопрос, насколько то, чем вы занимаетесь, имеет конкретное практическое применение. Да, вот. Как человеку, который решает сегодня конкретную задачу или конкретную проблему, это может помочь? И какая часть из этого может помогать? Да, давайте попробуем. И попробуем вот это обсудить. Потому что это, наверное, все-таки интересно, не только нам. Наверное, да. Я думаю, что есть класс задач, для которых мышление это и не нужно. Особенно сложное, там, концептуально, где в целом понятен предмет, где ясно, что делать. Остается только взять и поприменять. В этом смысле такого рода задачи, я думаю, больше всего. Там, где возникают задачи, которые можно так охоритировать, я не знаю, как мне об этом думать, чтобы начать это решать, то там уже нужно какие-то новые, какие-то формы, новые взгляды, что ли. Поэтому здесь начинается, необходимость возникает в этом месте, мышление самого мышления. Я в этой связи хочу вспомнить, что Мамардашвили называл мышление только тогда начинается, когда начинается мыслить свою собственную мысль. Вот здесь начинает оно работать. И получается, без того, чтобы помыслить, как ты будешь мыслить сложный предмет, без того, чтобы не подняться на какую-то ступенечку выше, на какой-то, как говорят, на один ранг рефлексии мыслимого предмета, невозможно разрешить трудность. Иными словами, конечно же, вот высокие ранги мышления не работают прямо вот так, чтобы они побежали и прямо сразу решили какую-то прикладную задачку. Но они могут помочь порождению методов мышления этих задач, порождению разнообразий. В этом смысле прагматика состоит в том, что ты выходишь на те инструменты мышления, которые тебе помогут решить очень прикладную задачку. Иными словами, я бы этот предмет разделил на такие классы. Ранги рефлексии и уровни сложности задач. Для очень сложных задач не обойтись без того, чтобы не помыслить о том, как ты мыслишь, контролируя и саму мысль, и пытаясь оттуда породить какие-то разнообразия. Ну, так не представляется. Я услышал, но вы знаете, когда вы говорили об этом, я пытался как бы через себя пропустить вот то, что вы говорили, и поймался я на мысли в том, что все вроде бы правильно, все, наверное, так и есть, но тем не менее есть две категории людей. Люди практики, которые каждый день этим занимаются, и очень редко я от них слышал те самые категории даже в обычной лексике, которую вы употребляете. И с другой стороны, мне повезло в жизни, может быть, я знаком целым рядом людей, которые как раз говорят той лексикой, которую вы используете, но основная часть этих моих знакомых никогда в жизни гвоздь не забивала в соседнюю стену. И, соответственно, возникает все-таки вопрос, а как сделать, во-первых, конкретный кейс, если вы какие-то вот именно тех людей, именно применение конкретного, да? Это первое. И второе, некоторое мое огорчение, которое я иногда, когда наблюдаю за вот коллегами, практикую, которые, ну, скажем так, пропагандируют вот эту историю, иногда за смыслом теряется содержание, ну, за словами теряется некоторое задержание, потому что вот сейчас очень модные форсайты, рефлексии, мозговые штурмы, ночные. Приводят ли они к той практике? Приводят ли они к той практике, потому что, когда я вижу, что пытаются рефлексией заниматься с непрофессионалами в данном вопросе, забывают, что те люди, которые все эти методы как бы отрабатывали, ну, десятилетия тому назад, они это отрабатывали над подготовленными, компетентными людьми. Приводят ли мы, кто мыслит, конечно, стоит. И, соответственно, насколько вот это допущение, что можно детей собрать, не знаю, девочек, выпускниц факультета менеджмента, да, и решение... Это называется мощный форсайт. Форсайт или вы получите вот эту тему, которую... Ну, вы правильно потрогали, что предметы-то разные. Одно дело предмет решения какой-то задачи. Знаете, как у нас говорят? Одно дело решать задачу, другое дело думать о том, как решать задачу. У них предметы разные. Получается, что когда человек поднимается на высшую ступенечки мышления, думать о том, как решать задачу, и думать о том, как думать, когда решаешь, то у них действительно самая задача исчезает. И в этом смысле это не беда, если контролируется само мышление. Это, наоборот, польза. Ты можешь через это выйти на разнообразные методы решения задачи. но при условии, что ты можешь удерживать свою мысль под контролем. Я думаю, вот ответ на вопрос, где прагматика? Где прагматика мышления-мышления или высоких уровней? Она ведь здесь заключается. Ты, поднявшись на разные уровни понимания происходящего, можешь удерживать целиком предмет. Вы знаете, я за вами продаю такую мысль, что вы сказали два типа людей, я сейчас пять выдержу. Первый – это те, которые просто прикладывают какие-то инструменты, и в этом смысле что-то получается. Они уже готовы были и все остальное. Поэтому известные матрицы, методы какие-то и прочее – это первый класс людей, назовем их таким, практики, ремесленники мысли. Есть другая категория людей, вторая, которые над этим поднимаются и думают о том, что прикладывать. Они поднимаются на уровень такого анализа, рефлексии – это другое. Их предмет другой. Третья категория людей – это те, которые рефлексируют, зная инструменты рефлексии. Чувствуете, да? Они управляют самой рефлексией. Это третий класс. Но есть и четвертый, и пятый. Четвертый – это водка. Это те, которые, прежде чем применять инструменты к какой-то задаче, думают о том, как мне посмотреть на эту задачу. Стоит ли ее решать технически, стоит ли ее исторически, как мы с вами говорили, стоит ли ее решать биологически и прочее. Это четвертый уровень, но есть и пятый. Те, которые эти точки зрения порождают инструментально. Ведь взгляд может родиться спонтанно, неконтролируемо. Получается, я думаю, что каждый уровень несет свою прагматику. В этом смысле, резать курицу за то, что она несет золотые яйца, а не обычные, резать тех мыслителей, которые сразу не решают прикладную задачку, а думают о том, какими инструментами ее решать, мне представляется, это убивает саму возможность помыслить предмет. Я услышал, я ни в коем случае не проповедую, чтобы убивать теоретиков. Не, ну, то есть я все-таки чуть-чуть по-другому поставил вопрос. Не обсуждаем вопрос, что нужна фундаментальная наука. Никто не обсуждает, надеюсь. В общем, по крайней мере, и здравых людей. Никто не обсуждает, например, что надо заниматься основами космоса, черной материи. Ну, давайте вопросы, которые не побегут. Не побегут, ближайшие 100 лет, даже 200. Но вопрос другой. Как тех людей, которые занимаются реальной жизнью, от которых зависит, например, то, как будет выглядеть наш быт буквально через лет 5, а то и ближе, как сделать так, чтобы они в своей практической деятельности все больше пользовались бы результатами и плодами тех самых людей, которые мы рассматривали в первой категории. Потому что если то, чем занимается первая категория людей, не находит некоторое свое решение в практике, и оно не становится достоянием человека, который работает на конкретном рабочем месте, ну, я не беру, конечно, условно называю это рабочим местом, то, наверное, тогда встает вопрос, что мы неправильно, неэффективно используем потенциал тех самых людей. Ну, думаю, да, да. Ну, знаете, как мне кажется, Декарт на этот вопрос уже давно ответил. Он сказал, сомнения. Есть повод к тому, чтобы обратиться к другому, а не к тому, чем ты занимался. И вообще с этой мыслью же началась эпоха просвещения. Поэтому люди, которые прикладывают, 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 не поднимаясь на высокие уровни, если не упираются в проблему, если методы им позволяют решать задачку, то и нет нужды подниматься в мышлении. Мне представляется, что поскольку мир усложняется, и каждый раз ты встречаешься с реальностью, которая не знаешь, как ее решить, это и есть повод к тому, чтобы спросить, правильно ли я думаю, так ли я смотрю, и обратиться к ним. Знаете, вот в нашей школе вот это называется подъем мышления. Что такое? Подъем рангов. Думать о том, как думать, думать о том, о том, как думать. В этом смысле понятно, по этой линии подниматься вверх сумасшедшим уровнем бессмысленно, но мне кажется, нормальный, здравый, мысльщий человек, как Арон Мехаузен говорил, должен периодически себя вытаскивать из болота за волосы. То есть иногда думать о том, как он думает. В этом смысле только нужда может заставить, другого нет. Ну, я думаю, я парировал бы вас. Здесь, наверное, все-таки, когда мы говорим об общении двух людей или двух сообществ, всегда должно быть в направлении. Да, но я бы, наверное, еще добавил бы, что и те люди, которые занимаются основами мышления, философией, какими-то высокими задачами, высоких материй, что, как говорилось в хорошем выражении, должно быть поближе все-таки к людям. И иногда пытаться не отгораживаться высокими словами, что мы занимаемся важным делом, а вы бренные, а пытаться, ну, доносить результаты своих заслуг. Потому что я даже вот, если мы просмотрим университетские программы, я вот сказал, что я на Сибирском университете советником, и пытаемся всегда, ну, элементарные вещи, да, основу системной инженерии донести, например, до физиков, да, или даже какие-то другие простые вещи. И оказывается, что найти человека, который взял бы выстроить курс, курс не высшей философии, а вот того практического применения. Но говорил бы на высоких уровнях понимания сложного, да? Да, да, но он как бы пытался бы показать слушателям, как они это могут применять в сегодняшней каждодневной жизни, да, потому что очень часто, когда я слышу подобные разные рассуждения на эту тему, они бывают настолько отвлечены от реалий, что у молодого человека, студента, например, который это слушает, возникает ощущение, что это некая какая-то такая потусторонняя вторая жизнь, которая ему никогда в жизни не будет. Типа с кем ты сейчас разговаривал, да? Да, и которая ему никогда не пригодится. Он может заинтересоваться этим в плане того, что почитает какую-то статью в интернете, или чуть-чуть расширить кругозор. Но приложить никуда не может. Иван, две мысли хорошие вы сейчас подняли. Первую связанную с тем, что действительно люди высоким рангом рефлексии заболевают болезнью. Болезнью такого, значит, улета, при котором там теряется основание земли. Зачем ты это делаешь? Тот мир интересен, потому что он мир символов, образов, идей и так далее. Поэтому это болезнь, ее нужно преодолевать людям, да? Но я хочу опереться на один закон замечательный. Нашего соотечника, был такой Евгений Седов, в начале 90-х, в конце 80-х, собственно дела, он ввел закон, который назвали уже, так сказать, его именем, закон иерархических компенсаций. Правда, очень гениально. То есть он сказал, что мир двигается в сторону усложнения. Поэтому подъем мышления, усложнение мышления необходимо. Но движение вверх принципиально связано с упрощением подъема туда. Поэтому всякий, улетающий туда, должен, кроме того, чтобы улететь, еще и позаботиться о том, чтобы упростить понятые им смыслы. Для того, чтобы передать тем, кто идет за тобой, как вы говорите, прагматикам, практикам конкретно, честным, легкий способ подъема туда. Кстати, вот такой вот попыткой, серьезной попыткой упростить сложность был системный подход, раз вы о нем заговорили. Это что? Попытка понять сложность через простое. Поэтому всякий человек, который усложняется в мышлении своем и получает от этого удовольствие, обязан заниматься тем, чтобы свои сложные смыслы упрощать и передавать в упакованных, квантованных, понятных, съедаемых кусках смысла. Вот это вот тот, кто пренебрегает этой задачей. Он летает, конечно, он перестает понимать, он перестает быть актуальным. Вот как выстроить этот процесс? Потому что как раз я, как человек, который пытается, по крайней мере, делать попытки слабые, в том же самом Новосибирском университете, как бы из хороших физиков, сделать хороших физиков с навыками и инженерии, ну, хотя бы, да? Как это сделать? Как это сделать? Как раз в философии у теоретиков все хорошо, а те как раз уходят. Но вот как их, ну, как-то систематизировать хотя бы, да? И это не для того, чтобы они там потом какими-то стартапами занимались. Хотя бы для того, чтобы они более эффективно занимались бы той же самой физикой, да? Ну, видите, эти два встречных вектора, что ли. Один вектор связан с усложнением, пониманием более сложного, да? Им в образовании, мне кажется, занимаются. Вот. В этом смысле точно ему должен быть сопоставлен такой же вектор превращения сложности в инженерно понимаемые знания. Вот, наверное, вот эта часть как-то меньше всего. То есть, я даже не знаю такого предмета, которым занимался тем, чтобы сложность упрощать. Раз вы как бы вот на этом уровне, то представляется, надо бы ввести такого рода предметы в дисциплину. Упрощение сложного. Ну, системный подход эту историю сделал, но как будто бы он даже немножко не то, чтобы исчерпал себя, как-то притих. Должны быть еще более интенсивные формы упрощения сложного. Зачем? Помогать всем подниматься туда. Знаете, есть такая фраза замечательная? Хорошие студенты обгоняют профессоров. Только хороших профессоров. То есть, это тот, который смог, поняв что-то сложное, объяснить всем просто. И они быстренько подтягиваются до него. Это интересно и тому, и другому. И оба, они оказываются на полочке рядом, и теперь могут вместе посмотреть куда-то в небо звездное. Поэтому вот эта дорожка, если делать... Ну, вот я думаю, что одна из тем того же самого университета 2035, это может быть как раз направление, которое вот про это. Потому что... Ну, а иначе, в действительности они настолько... Здесь все циклично. Когда-то, начиная с того, что была только одна наука, философия. Потом четыре было дисциплины у греков, а теперь вот... То есть, мы в какой-то момент раздробились настолько детали, что перестали друг друга понимать в принципе, да. И, наверное, сейчас самое время попробовать опять как-то найти какие-то вот такие места стыковок или какие-то словари завести, для того, чтобы мы начали понимать друг друга более эффектно. Ливан, вы трогаете такую одну из фундаментальных проблем культуры. Она, оказывается, движется вот по одному из векторов такой. Целое когда-то становится дробным. И мы сейчас с вами обсуждаем. Но она, оказывается, может развиваться после того, когда вот эту дробность снова вернет к новому уровню целого. Вот такого рода предметы, мне представляется, очень нужны. Потому что вот и здесь, на острове тоже, идет сейчас огромное количество дисциплин в разных кабинетах, в разных классах, аудиториях. Получается, еще дробим придумывается новая специальность. Где процесс встречный? Где процесс собирания? Ну, в виде какой-то игры, положим, в виде практики, да, интересно. Но мне представляется, должны быть такие же дисциплины. Вот я поэтому много лет, трудно сказать, но несколько лет, по крайней мере, пытаюсь найти как раз те самые команды, с которыми можно будет делать очень банальные университетские курсы, простые, недолгосрочные, это не магистратура ни в коем случае, а именно, которая помогла бы тем людям, которые готовы заняться более глубоко тем, чем они занимаются в основном направлении, освоить те самые методы, которые вы говорите. Это же не для того, чтобы они стали бы потом мыслителями и философами, а для того, чтобы они были бы эффективными, не знаю, биологами, химиками, физиками. Той практикой, которую они работают. Ну, видите, получается так, что очень важно, как владеть какими-то конкретными методами и прикладывать, точно так же держать всю линеечку уровней мышления. То есть человек, который находится на одном, а другие как бы не держат у себя, не может так легко пересекать, он путается, предменяется предмет, блудит мысль, инструменты не осмысливаются, мысль не контролируется. В этом смысле я думаю, образование в эту сторону должно идти. Так как вы как раз, скорее, теоретически вам проще это постановать, необходимость этого процесса, я думаю, что, наверное, все-таки от вас, от кубов мышления, должна исходить инициатива о поражении таких вещей. Потому что, к сожалению, получается так, когда беседуясь с целым рядом практиков, они даже иногда не чувствуют необходимость этого дела. Притом совсем, чтобы быть банальным, я задался вопросом, а есть ли такой предмет, как планирование эксперимента? Даже самый банальный. Ну, вроде был такой, нет? Нету. Ни в одном российском высоте такого предметов нет. А еще и интеллектуальный эксперимент, если тут вообще. То есть, вроде бы, простая вещь, да? А даже таких вещей нет. А если мы уже начинаем подниматься все выше и выше, то это становится просто... И как раз, может быть, тогда меньше будет зазора между этими двумя. Ну, думаю, да. Ну, вы правильно, так сказать, запрос делаете на клубах мышления. Я думаю, ну, вот, по крайней мере, наш клуб вроде как на это работает. Да не вроде, а точно. Мы же пытаемся помыслить мир с помощью понятий, причем, которые удерживают классы развлечений. В этом смысле идет упрощение. Вот меня пугает одно слово клуб, потому что клубы обычно ассоциируются с закрытыми английскими клубами. А, ясно. Чтобы, не дай бог, клуб Бышлёня тоже здесь стал бы закрытым английским клубом для своих. Здесь открыто. Да, а чтобы это больше было бы как бы выход в массы, да? То есть, что называете? Здесь, наверное, другая немножко проблема у клубов. Названо клуб, а клуб это как цельсия, союз равных. Клуб это когда собираются равные, по интересам, по возможности, по инструментальности. И обсуждают проблемы, вбрасывая их на стол вместе. В этом смысле здесь все-таки нет такого. Клуб в большей мере пока все-таки образовательные события. Да, поэтому, но если рано или поздно подтянутся люди, которые вот выходят на уровень таких развлечений близких. Ну, обычно старший брат всегда должен спускаться чуть-чуть на уровень младшего, чтобы ему помочь подойти наверх, да? Водя, испытывая от этого еще и удовольствие вместе с ним. Да, а не наоборот, да? Поэтому здесь вот такие, Олег Григорьевны. Ну и, наверное, вот финализируя нашу историю, нашу беседу, да, все-таки надо, наверное, договориться, основной вывод нашей истории, нашу беседу в том, что было бы правильно, чтобы вот планируя вот тот большой пакет образовательных направлений, курсов, решуя разные атласы новых профессий и новых, новых этих самых, не забывать, в первую очередь, о том, что слишком раздробление в действительности теряет иногда целое и сильно ослабляет эффективность вообще. И задаться все-таки вопросом, насколько надо это дробить на уровне образовательных программ. Я не обсуждаю то, что сужаются потом дальнейшие какие-то компетенции, выполняя ту или иную функцию. Но образование все-таки, думаю, наверное, имеет смысл сохранять более широкие. И как все больше и больше возвращаться к АЗАМ, когда без, условно говоря, вот той, назовем это философии, или наукой о мышлении, или там системными какими-то вещами, чтобы она остановилась бы все-таки основным инструментом, которым оперирует конкретно живой человек, живущий и реализующий реальные проекты. Я думаю, да. Но надо отдать должное НТИ, ОСИ о том, что они впервые поставили именно мышление в основании развития. Поэтому эта инициатива создать клубы мышления, так ли их назвать, неважно уже, но, по крайней мере, заложить опоры, где бы могли вырастать вот эти способности помыслить свой собственный мысль. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Ну, давайте тогда мы догонимся, чтобы мы на следующем острове, где-то через год, попробуем продолжить нашу беседу и посмотреть, что из этого получилось. С удовольствием, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.